Ряд условий выдвигают, чтобы провести тестовый режим работы системы Платон в течение полугода, чтобы удостовериться в его нормальной, бесперебойной работе. Второе требует снижения платы за проезд по федеральным трассам до где-то 97 копеек за километр. И третье требование введения предоплаты за проезд. Четвертое обеспечение всех заинтересованных специалистов трекерами. Трекерами, да, ну это понятно. Если все это разграничить, то сначала наше требование, мы хотим полностью, чтобы отменили этот налог. Нам непонятно, почему мы должны несколько раз платить. Дмитрий уже говорил, есть акцизов топлива, есть транспортный налог. Почему мы еще должны платить за дороги? Некоторые чиновники это очень красиво преподносят и говорят, что мы наносим вред дорогам. Но дороги строятся не только для легковых машин, есть ГОСТ и нормы. Дорога допускает проезд на ней грузовика полной массы до 40 тонн. Если мы везем, как нам государство разрешает, до 20 тонн, это примерно от 36 до 38 тонн. То есть машина, мы ничего не нарушаем. Это первое. Второе. Значит, единыжно мы уже заплатили. Есть контраргумент. Яковы ученые, вот по заверениям Минтранса доказали, о том, что один проезд большегруза соответствует 4 тысячам проездам. Вот, где эти выводы, ну это пиар, опять-таки я просто хочу подчеркнуть. Один из чиновников сказал, что водителям-частникам приходится платить за большегрузные машины, они тоже платят акцизы. Так давайте мы сейчас разберемся, сколько платят акцизы легковые машины, сколько вы заправляете, полторы-две тысячи. Да, и, к примеру, одна грузовая машина за раз 12-15 тысяч. Кто больше акцизов платит? Естественно, кто больше, кто больше кушает. Я сейчас говорю про машины, правильно? Вот. А потом я могу сказать, как дорожник, у меня первое образование техник-строитель автодорожным техникам заканчивал. Я могу сказать, что если по всем густам дорога сделана, то никакого вреда мы ей не наносим. Дорога делается не... А не то, что сейчас мы видим, на дорогах так корочка, какая-то непонятная черная масса, которая вылетает. Есть места, где дороги и не делались еще вообще абсолютно. Давайте возьмем климат, допустим, северных стран, Финляндия, Швейц. У них тоже частые переходы через ноль, но у них дороги не вылетают, как у нас. Или возьмем Турцию, у них дороги не плавятся, у них же 50 градусов, как у нас Краснодар. Тогда Росавтодор не сможет, собственно говоря, внедрять уникальные системы учета, постоянно работать и получать какой-то бюджет. Он один раз выполнит работу, это же будет сколько-то. Давайте по технической точке вот это вот. Допустим, если даже это и хотят внедрить. Допустим, есть опыт там той же самой Германии. В течение двух лет они тестировали эту систему. У нас протестировали систему единожды, когда мы были в Госдуме, обсуждали это за круглым столом. Были представители Платона, и они четко доложили. Мы протестировали на двух машинах на отрезке, причем Москва-Тверь. На двух машинах, представляете, единожды машина прошла. Далее, давайте я специфику вам нашей работы расскажу. То есть она предусматривает предоплату. Я должен заранее прочитать, какой у меня будет маршрут. Если я машину отправил в Нижний Новгород, я не могу потом куда-то отъехать в сторону, допустим, в Муром, и взять попутный груз, приехать в Москву, хотя бы что-то на обратной дороге заработать. Я должен вернуться в Москву. Не предусмотрено того, что шаг влево, шаг вправо, расстрел сразу. Это первое. И второе. Приборы только появились 25 октября. 22-го был круглый стол, 25-го они появились. 20 дней. Перевозчиков 2 миллиона. 1 миллион 900, 2 миллиона по подсчетам. Когда успеют эти приборы раздать? Вы говорите, чтобы в ваше положение вошли. И сегодня господин Пешков говорит, что все стороны конфликта должны проявить дипломатичность. Нужны деньги для того, чтобы вкладывать в инфраструктуру? Нужны. Секундочку, давай. Экономисты МакКИС, я посмотрел, сегодня подсчитывали, если инвестировать 1% в ВВП в инфраструктуру, то это позволит создать 1,3 миллиона рабочих мест в Бразилии. Вот в Газпромбанке исследователи заявляют, что такого же эффекта можно ожидать и в России. Не, ну, безусловно, можно ожидать такого эффекта. Да, осталось только, собственно говоря, разогнать структуру Автодора и пустить с молотка, собственно говоря, все их помещения. Я думаю, что мы получим приличные деньги. Ну и опять-таки все сотрудники, их зарплата сэкономленная вместе с налогами, и налоги, которые мы не займем, опять-таки, из карманов дальнобойщиков и из карманов прочих сограждан, очень неплохо могут быть инвестированы в инфраструктуру. Это абсолютно справедливо. Я с МакКинзи поддерживаю. А если не внедрять систему за 10 миллиардов рублей, собственно говоря, господина Рутенберга, то, возможно, мы, инвестировав эти 10 миллиардов как раз в инфраструктуру, поднимем экономику. Так что МакКинзи делает все правильно. Осталось только всем сторонам конфликта, безусловно, взвешенно взвесить. И, собственно говоря, отобрать деньги оттуда, откуда их не надо заливать, и вложить их в инфраструктуру. Игорь Рутенберг тоже бизнесмен. Вы постоянно, я думаю, вы, может, завидуете? Я не просто завидую. Особенно, когда на 2 машины от 2 миллионов. Вы знаете, я с точки зрения маркетинга и своих степеней MBA понимаю, что их надо спускать медленно в шредер, а все зарубежные MBA просто закрывать, потому что оно не релеванно. Прекрасный жилет у вас, Пикейн. Андрей Дмитриевич, ну вы тоже подключайтесь к нашей беседе. Я устал биться за государство уже. А это не за государство бьются, минуточку. Это на сегодняшний день изъятие у граждан денег. И бьется совершенно конкретное распределение бюджетных денег, называя своими именами, конкретному предпринимателю. Хорошо, а если я вам скажу, что сейчас, опять же, по оценкам экспертов, чуть ли не каждый пятый фурн дорог России работает в обход налогов и нарушает уставные нормы по весу. Кто это сказал? Я скажу больше, что практически каждое малое предприятие по перевозке работает с двойной бухгалтерией. И что это доказывает? Это доказывает только одно, что налоговая система России настолько запутана и настолько коррупционна, что работать в белую, это уже есть такая фраза, за рубежом работать по закону просто, а здесь невозможно. РУСТАТ, когда РУСТАТ дает нам данные по грузоперевозкам в России, эти данные в основном только по железнодорожным перевозкам. Никто не знает, сколько и какого груза переводится по России автомобильным транспортом. Так или нет? Давайте я вам возражу сейчас. Вы говорите, каждой машине, кто это замерял? Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот те, кто ездит с перегрузом, пускай вот их и штрафуют за перегрузой. Сейчас очень хорошая система взвешивания по осям, много мобильных, передвижных, и практически сейчас никто уже не работает себе в ущерб, потому что штраф грандиозный. Есть люди, которые пытаются где-то в обход, но не надо, еще раз говорю, сразу, вот если машина с перегрузом, если легковая машина сбила 7 человек на остановке, вы ждите.